Друзья, всем привет! Сегодня у нас подборка полезных советов и простых самоделок, которые могут пригодиться каждому мастеру, как в мастерской, гараже, так и дома. Итак, начнем. Для первой простой самоделки нам понадобятся вот такие остатки или обрезки доски. Эти обрезки по возможности торцуем. Далее к большой доске прикручиваем маленькие, так, чтобы получилось, как на видео. Самоделка готова, и вот для чего она нужна. Допустим, есть задача отпилить доску, но отсутствуют тиски или струбцины, и доска постоянно куда-то убегает, потому что ее нечем жестко зафиксировать. А с помощью вот такой самоделки можно легко фиксировать деревяшку, уберев ее в верстак или стол, и конструкция становится практически неподвижна, без струбцины тисков. А изготовить такую штуку можно очень легко и просто. У меня иногда теряются трубочки для подобных баллончиков. Есть идея, где взять подобную. Подойдет пустой стержень из-под авторучки. Сточив у стержня носик до момента, когда он плотно будет входить в насадку баллончика, его можно будет спокойно использовать дальше. А чтобы впредь его не терять, просто зафиксируйте его малярной лентой к баллончику. Тем самым он плотно входит и выходит, не выпадая просто так. Для следующей самоделки понадобится пару шайб и болт с гайкой. У меня M12. На одной из шайб я нанес линии для наглядности. И по этим линиям с помощью термоклея временно фиксируем насадки из набора биток. У меня крестовая, PH2, плоская, а также пару шестигранных. Затем берем вторую шайбу и болт с гайкой и хорошенько скручиваем, затянув ключом. Лишнее от болта срезаем, чтобы ничего не торчало. В итоге получаем вот такой карманный ключ с насадками, которые часто используются. Если кому-то лень повторять, то можно купить подобный на Алиэкспресс. Часто закупаюсь в интернете, считаю неправильно делать это, не пользуясь кэшбэк-сервисом. Как раз об одном из них я хочу вам сегодня рассказать. Это кэшбэк-сервис Мегабонус. С помощью этого сервиса можно получать повышенный аж до пяти раз кэшбэк и можно вернуть до 40% потраченных денег. Магазины периодически меняются и добавляются. Так что советую посмотреть на то, какие магазины есть сейчас. Кстати, скоро на Алиэкспресс стартует ежегодная главная распродажа года 11.11, с помощью которой можно хорошенько сэкономить. И наступит она совсем скоро. Еще больше можно сэкономить с кэшбэк-сервисом Мегабонус. Так как, когда начнется распродажа, то будет ограниченное количество использований повышенного кэшбэка. А если у вас будет аккаунт Мегабонус, то вам придет напоминание о распродаже. И повышенный кэшбэк вы получите одним из первых. И вот что нужно сделать. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь в Мегабонус, активируйте кэшбэк и вперед на главную распродажу года 11.11 на Алиэкспресс. А вот вам еще один способ выкрутить лампочку из патрона. Для этого понадобится простая картошка. Насаживаем картошку на цоколь разбитой лампочки и постепенно выкручиваем. Тем самым, не боясь пораниться, но в то же время лампочка будет выкручена. Для следующей самоделки понадобится небольшой брусок. Отрежем от него пару кусочков по 10 сантиметров. Эти кусочки немного подшлифуем. Следующим этапом возьмем старый ремень. У меня вот такой, армейский. От него необходимо отрезать кусочек длиною, как две толщины брусков. Далее, зажав один брусочек в тисках, сверлим в нем шесть отверстий и зинкуем. Теперь вкручиваем в эти отверстия саморезы так, чтобы кончики немного торчали с обратной стороны. Бруски соединяем вместе. А к торцам прикручиваем кусочек ремня с предварительным сверлением. Самоделка готова, и вот для чего она нужна. Для ее использования нужна наждачная бумага, которую отрезаем по форме бруска. Получился отличный держатель наждачной бумаги, которая хорошо фиксируется на остриях саморезах и зажимается брусками. В руке сидит хорошо, бумага легко и быстро меняется. Следующий совет подойдет тем, у кого есть маленькие дети. Думаю, у вас есть вот такие детские пюрешки с крышечками. Так вот, оказывается, эти крышки можно использовать как заглушки для розеток, чтобы дети ничего туда не совали. И не придется покупать специальные заглушки. Они у вас под рукой. Вытаскиваются простым вкручиванием тюбика. Друзья, вот такая подборочка получилась сегодня. Надеюсь, вы для себя нашли что-то полезное. И если это так, то ставьте лайк и в комментариях напишите, какой именно совет или самоделка вам понравилась больше. Также не стесняйтесь писать в комментариях свои какие-то простые советы, которые вы используете в повседневной жизни. А тех, кто не подписан на канал, я рекомендую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!